сегодня я буду продолжать раскрашивать свою картину я буду рисовать бугоры они разноцветные здесь преобладают оранжево-желтые или зелено-желтые тона сейчас я раскрашиваю зелено-желтый бугор снизу бугор будет зеленый а верхняя часть его желтая почему я так делаю потому что зеленый в засвеченном сильно в общем варианте на него падает свет он превращается почти в желтый цвет вы видите что я чисто прокрасила механически верх и низ и теперь соединяю соединяю между собой я их аккуратно не растушевывая а в виде пятна пятен то есть я кисточкой пятна прокладываю по границе желтого и зеленого также начинаю ложить теневую и световую внизу я взяла более зеленый темный цвет и тоже пятнами положила тень вверху белым белилами положила точками это будет мне и световая как бы и в то же время начинаем общем изображение цветочков также я перехожу к рисованию воды поскольку здесь весь рисунок искажен у меня здесь нет такой перспективы настоящей то и вода у меня слегка выгнута точно так же как бугры я ее сделала бирюзового оттенка я в голубой подмешала зеленого получила бирюзовый и также белилами нарисовала небольшие полосы это мне дало изображение водной глади даже если она здесь прямая водная гладь все равно хорошо изображает воду и поставила точки но это поблескивание под бугорком вот сделала я более синюю то есть это автоматически показывает что там теневая точно так же я перехожу к рисованию красно-оранжевого холма я здесь прокладываю оранжевым среднюю часть внизу прокладываю более красным потому что бугор у меня этот высокий и верхнюю часть опять желтым делаю поэтому здесь у меня желто зеленые или желто оранжевые бугры они создают такое ну как бы солнечно веселое настроение земли и саму в общем траву я тоже рисую пятнышками не как бы веточками вытягиваю то есть травинками а тоже пятнышками я аккуратно пятнышками соединяю желтый с оранжевым также оранжевый с красным и также пятнышками выдаю более темный цвет я здесь взяла синий он у меня совершенно затемняет низ бугра теперь я могу перейти к рисованию цветочков поскольку это рисунок можно здесь рисовать и рядками вы видите и просто массой и получается вот такой красивый эффект как бы бублики цветные до того они выпуклые потому что у нас есть световая теневая